Дитя же садок, середняя школа, место для отпочинку и физкультурно-оздоровленный комплекс. Сегодня великие эйсманты, что в Береставицком районе, у Тульный и Прыгожий Ахрагородок. До речи, этот статус колистя везка отримала одну из первых в районе. Сейчас в великих эйсмантах проживает около 800 человек, которые пленно работают, добро учатся, умеют отпочивать и за всем не спешаются ехать в город. Торнадо разом с наездницей Настой берет черговую перешкоду. Упылненная язда выник долгих тренировок. Так, другая школа для детей Ахрагородка великие эйсманты – конно-спортная секция. На балансе сельхоспортприемства в Воронецке 10 коней у своей гадоли. Юные же хоры Ахрагородка в возрасте от 6 год могут займаться верховой яздой. Усе занятки бесплатные. Сюда едут и детки с районного реабилитационного центра. Лошади – это не только животное. Это для детей, для многих, друг, товарищ. Как бы учитель. Здесь они учатся по-настоящему дружить, уважать друг дружку, ценить. Учатся, как ухаживать нужно, то есть заботе. Лошади, они как бы отчасти даже им помогают сплочаться. Они больше начинают понимать не только лошадей, но и самого себя. А побоч с тренировочной пляцовкой Конникова – физкультурно-оздоровленный комплекс. Йонзу Симнядау напережил масштабный ремонт. После Чахо был передаден на баланс району. Ух этой совести почалась работа по махчимым проведениям тут районных споборництва по вольной боротьбе и не только. Будем рады мероприятий проводить и для хозяйства, для жителей агрогородка. Планируем сюда увеличить свой штат, уже продумываем по одной единице инструктора-методиста, для того, чтобы именно был здесь, в агрогородке, занимался с молодежью, с населением, как хозяйством, так и агрогородка. Адметно, что недавно у великих эйсмонтах заявилось и новое место для отпочинку. Былую школу мастатства одрамонтовали и переутворили у агросядибу – першую чаргу для мясцовых. После другой частки реконструкции тут заплановано зарабить место для проживания приезжих, а так само организовать больше забав для мясцовых. Развитем агросядибы займаются те, для кого великие эйсмонты – малая родима. Я местный житель, я здесь родился, я здесь вырос. Я просто большую часть своей сознательной жизни, я все же жил уже не здесь. Я закончил школу и уехал отсюда, скажем. Но я все равно, я здесь родился, я здесь вырос. Все меня знают, практически посетители, которые приходят к нам, 95%, как я говорю, они меня знают, я их знаю. До речи насельництва агрогородка наближается до восьми сотен человек. Большость працует у мясцовым селихазпродприемстве. Первым, я его керувником, стал Андрей Воронецкий, с яким великие эйсмонты почали свой розквит. Высокие показчики и лидерские позиции, показывая СВК и сёння, в свечении о перемогах и достигнениях людей, которые працуют на этой земле, собраны до речи у адмысловым музейным покои. В этом музее была отражена деятельность нашего первого руководителя, когда после объединения гвардии – это Воронецкого Андрея Максимовича. Который учитель, оказывается, он возглавил наше хозяйство. И всем нашим, короче, крестьянам привозил и телевизор, и холодильники. Работал над такой темой, чтобы мы получали высокий урожай. Ему это очень удавалось. Он был очень такой грамотный, дипломатичный человек, который умел работать с людьми и всегда представлял самые лучшие их интересы. Люди, которые приходят на место керувника, протягивают закладенные традиции. Дарыч Великие Эйсмонты – один из первых агрогородков, который изъявился в Беростовицком районе. Здесь созданы условия для того, чтобы нормально чувствовать, нормально жить. Это и детский сад, в котором на сегодняшний день работают три разновозрастные группы. Это 36 детей. Здесь есть средняя школа, в которой обучаются чуть более 100 детей. Есть, естественно, почта, отделение банка, комплекс на приемный пункт, ну, как правило, и амбулатория врачебная. То есть человек может, в принципе, не надо выезжать в город, он может получить любой комплекс услуг, которые любой городской житель получает. Таким чином же хоры Великих Эйсмонтов пленно працуют на малой родиме, добровучатся и умеют отпочивать. Все сделанное вертается с лихвой. Сюда за хватой приезжают и молодые специалисты, да и местовые не спешаются у город. Тут кажут, что когда подходит до справа с душой, то будет и соправданный выник. Для себя и для будущих поколений.